Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре теплом обеспечили более 98,5% жилых домов. Подача теплоэнергии организована в 10 111 многоэтажек из 10 250. Это данные на вечер 15 октября. В течение дня подключили 54 многоквартирных здания. Всего же осталось подать тепло в 139 домов. Объекты социальной сферы на 100% с теплом. Напомню, что в этом году обогревать здание начали раньше, чем положено по климатическим нормам. До начала официального отопительного сезона, который стартовал в Самаре 5 октября. С понедельника работает горячая линия по вопросам отопления. Все поступившие заявки будут находиться на контроле профильных ведомств. Уже отработано 108 обращений. Обеспечит теплом до 30 октября и школу в Новой Самаре, которая еще строится. И это даст возможность завершить внутреннюю отделку здания и начать завозить мебель. Сегодня ключевые строительные объекты проверила глава Самары Елена Лапушкина. Но начать решили с вертолетной площадки, где уже в ближайшее время будет завершен первый этап масштабной реконструкции. Полюбоваться уникальными видами с новой смотровой площадки смог и Олег Зверев. Пожалуй, самое ценное, что есть на этом месте – уникальный природный ландшафт и неповторимый панорамный вид на Самару, Жигулевские ворота, Национальный парк Самарская Лука. Вертолетную площадку в Красноглинском районе знают многие. А после проведения реконструкции поток туристов, как ожидается, многократно возрастет. Сегодня уже понятно, как будет выглядеть склон. Благоустройство выполнено уже наполовину. Работы разделены на два этапа с реализацией в 2020 и 2021 году. Все подпорные стенки залиты, начался посев, автополив, уже закладные все детали под освещение готовы. Протянуты все коммуникации, которые необходимы уже под освещение. Заливается детская площадка, как видите, сейчас уже ограждение ставится. Сегодня ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Пока погода благоволит, есть время не только на строительные работы, но и на посадку декоративной растительности. На склонах скоро появятся саженцы, сосен и кустарников. Задача сделать площадку комфортной и красивой. Объемы работ колоссальные. Остается еще достаточно много нам с вами выполнить. Но к концу года мы увидим уже совсем другую территорию. Это место может многое рассказать о нашем городе. Рассказать, насколько он красив, насколько он значим. И я сама привожу сюда гостей. И очень жду открытия этой территории, чтобы люди проникали с любовью и уважением к такому замечательному городу. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще один масштабный объект в Красноглинском районе. Школа в микрорайоне Новый Самар 30 октября будет подключена к отоплению. Строительство ведется с августа прошлого года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже выполнены фасадные и кровельные работы. Проведены внутренние коммуникации. С запуском тепла можно будет красить потолки и стены, после чего ставить мебель и оборудование. Отделочные работы делаются. Вы видите, погода нам помогла. Было тепло все это время до сегодняшнего дня. Надеюсь, и завтра еще будет тепло. Поэтому все работы отделочные ведутся. Вы видели блок А и В. В полном объеме все отделочные работы сделаны. Осталась только финишная покраска и заливка полов. Параллельно на прилегающей территории проводится благоустройство и формирование спортивной площадки. С начала 2021 года 1200 школьников из окрестных кварталов смогут занять свои учебные места. Олег Зверев, Константин Головин. События. Артефакты, найденные археологами в сквере имени Аксакова, вскоре увидят туристы и жители города. По решению администрации Самары ценности дореволюционной эпохи закроют стеклянной витриной. Напомню, обновление сквера Аксакова началось несколько месяцев назад по дизайн-проекту местного архитектора и художника Дмитрия Храмова. Основой композиции должна была стать интерпретация образов сказки известного писателя Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Но приступив к реконструкции сквера, строители обнаружили остов печи и вызвали специалистов. Археологам удалось найти монеты 1914 года, гарду драгунской офицерской шашки, посуду, кирпичи с клеймами завода в конце 19-го, начало 20-го века. В мэрии Самары справедливо решили найденные экспонаты сохранить и сделать доступными взоры туристов и местных жителей. Об этом рассказала телеканал «Усамара ГИС» глава города Елена Лапушкина. Совместно с коллегами долго обсуждали, как же нам поступить с этим местом, как его сохранить. Было два варианта. Либо сделать такую модификацию этого места, либо перенести артефакт, который мы нашли, уже в музей. Но все-таки решили сделать это таким местом, доступным для всех, застеклить, сделать саркофаг, стеклянную крышку, и чтобы люди могли воочию видеть найденные нами раскопки. В Самаре проходят конкурсы по отбору кандидатур на должность глав внутригородских районов. Прием документов от участников завершился 12 октября. Комиссии заседают в здании Городской думы. Сегодня рассмотрели заявления от кандидатов на должность глав Ленинского, Самарского и Советского районов. Комиссия работает в составе по 20 человек. 10 из них назначает Совет депутатов каждого района и еще 10 – глава города. Заседания проводятся в форме индивидуальных собеседований. Из представленного списка отбираются не менее двух кандидатов на должность главы района. Протокол направляется в Совет депутатов, который в итоге утвердит одного из рекомендованных комиссий кандидатов. Напомню, что все главы районов сложили свои полномочия в связи с прошедшими 13 сентября муниципальными выборами. Были избраны 210 депутатов в 9 районных советов, из которых в Городскую думу делегировали 37 человек. Это промежуточный этап, это второй этап. Первый этап у нас был, мы назначали, то есть мы собирали все документы. Сейчас мы их просматриваем, выбираем двух. На следующем этапе будем уже утверждать главы администрации Ленинского района. За сутки в Самарской области зарегистрировали 134 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 13 578. Такие данные в четверг 15 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 160 человек и скончались трое. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 216 летальных случаев. В Самарской области из-за пандемии коронавируса приостановили проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию, в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов, прием граждан в центрах здоровья, плановый амбулаторный прием узкими специалистами и плановую госпитализацию пациентов в дневные и круглосуточные стационары. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. При этом врачи должны обеспечить своевременность оказания медицинской помощи на дому и в амбулаторных условиях пациентам с острой респираторной инфекцией, вне больничной пневмонией и COVID-19, говорится в документе. Социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех, в том числе для работников крупных предприятий. Сотрудники районных администраций контролируют, как заводы соблюдают требования Роспотребнадзора. Только в промышленном районе в день проверяют по пять предприятий. Вместе с контролерами на утреннюю проверку отправилась и наша съемочная группа. Лариса Шлафаст расскажет подробности. Обязательный контроль температуры при входе и обработка антисептиком. На одном из крупных предприятий промышленного района Самары рабочий день начинается с проверки самочувствия сотрудников. Здесь трудится более 500 человек, поэтому безопасности уделяют особое внимание. Это введение масочного режима, замер контроля температуры на входе, более тщательная уборка мест общего пользования, дезинфекция рабочих мест, проветривание помещений, ну и личная культура здоровья, в том числе дистанцирование. Как предприятия района соблюдают предписание Роспотребнадзора, проверяют специалисты районной администрации. Ситуация как бы благополучная, потому что все соответствует предъявляемым требованиям. Пока на сегодняшний день никаких серьезных нарушений не выявлено. Мониторинг проводим ежедневно, данные предоставляем в Департамент экономического развития. Регулярные проверки проходят и на крупнейшем предприятии Октябрьского района. Здесь работают более тысячи человек. С начала пандемии и новой коронавирусной инфекции здесь не зарегистрировано ни одного случая заражения. Сотрудники уверены, это благодаря своевременным мерам профилактики. Соблюдается масочный режим, соблюдается полутораметровая дистанция. На входе, на проходной измеряется температура тела. Поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами и проветриваются помещениями. Районные власти также следят за соблюдением требований Роспотребнадзора ежедневно. На контроле 14 предприятий. Мы систематически проводим проверки, проверяем, каким образом обеспечивается входной контроль, температурный контроль, социальное дистанцирование. В ежедневном режиме мы связываемся, чтобы мониторить, каким образом, какая ситуация у них складывается. То есть, если у нас возникает где-то сложность, напряженность, мы должны, естественно, об этом знать наравне с Роспотребнадзором. Проверки самарских предприятий продолжатся во всех районах города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В России снижаются цены на сезонные овощи. По данным Росстата, за неделю на процент дешевле стали морковь, картофель и огурцы. Какие товары прибавили в цене, расскажем в нашей традиционной рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. Цены на нефть сегодня снова перешли к снижению. За баррель марки «Брент» дают 42 доллара 30 центов. Американская валюта дорожает. На 16 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 77 рублей 94 копейки. Евро – 91 рубль 45 копеек. В России начался второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата денег. Продлится он до 5 декабря. До этого времени нужно купить тур. Отдохнуть необходимо до конца новогодних каникул. Кстати, максимальный размер кэшбэка увеличен с 15 до 20 тысяч рублей. Стоимость сахара в России за неделю выросла почти на 5%, сообщает Росстат. Почти на 2% увеличились цены на подсолнечное масло и куриные яйца. На 1% подорожали гречка, пшеничная мука, вареная колбаса и рис. Зато некоторые овощи стали доступнее для покупателей. Приобрести подешевле можно морковь, яблоки, картофель и огурцы. Как известно, чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать ненужное. Вот жители Самары, например, все чаще хотят продать свой бизнес. В октябре число желающих выросло на 122%, сообщает один из федеральных аналитических порталов. По этому показателю город занял второе место в стране. В лидерах Воронеж с показателем 126%. Быстрее всего растет число тех, кто хочет реализовать объекты гостиничной отрасли. За ними идут собственники офисов. Замыкает тройку лидеров развлекательное направление. При этом желающих приобрести готовый бизнес в крупных городах стало меньше на четверть. На этом сегодня все. Удачи в делах! Декретный отпуск не с погремушкой в руках, а с тетрадкой и ручкой. В Самаре благодаря нацпроекту «Демография» мамы в декрете могут бесплатно получать новые знания. В регионе уже завершили обучение свыше 400 человек. Подробнее расскажет Мария Елчан. Освоить новую профессию Мария Шмелева решила, когда была в декрете. Девушка делает эксклюзивные авторские сумки. В планах открыть свое дело. Для этого ей необходимо знать все юридические аспекты. Получив предложение пройти обучение, без раздумий согласилась. В декрете я нашла именно свое дело, я нашла себя. И сейчас я поняла, что для своего дела нужно юридическое образование, как минимум, чтобы даже управлять своей компанией. Поэтому сама судьба меня к этому подвела, потому что я получаю бесплатно это образование. Для того, чтобы женщины в декрете могли найти себя на рынке труда, профессионально развиваться и получать реальный доход, Центр занятости населения Самары заключил контракт с Самарским национальным исследовательским университетом. Теперь здесь оказывают услуги по дополнительному профессиональному образованию. Одно из направлений обучения – переподготовка по программе юриспруденция. На занятиях преподаватели учат основам правовых знаний. Все это в рамках национального проекта демографии, инициированного президентом страны. В данный момент у нас обучаются женщины где-то в возрасте от 30 и немного выше по возрасту. Это по социальному и профессиональному направлению разные. Есть и те, кто обладает юридическими уже профессиональными знаниями, и те, кто ими в обязательном порядке не получал в высших учебных или средних учебных заведениях. Всего в 63-м регионе заключились договоры на переподготовку свыше 800 человек. Половина из них уже успешно завершили обучение. Мэри Илчан, События. В Самаре в этом году установили 35 новых светофоров. 15 из них в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения. В городе появилось также более 7 километров пешеходных ограждений, в том числе возле социальных объектов. Какие еще меры предпринимают, чтобы сохранить жизнь и здоровье самарских пешеходов и автомобилистов, мы расскажем в нашем специальном репортаже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также в рамках программы достаточно большой объем работы был проведен по установке пешеходных, удерживающих ограждений. Основной акцент был сделан – это установка ограждений у школ, имеющих выход непосредственно на проезжую часть, ну и приведение светофорных объектов, требованиям ГОСТа, наличие на каждом светофоре, который мы строим, 50 метров ограждений в каждую сторону. Требования национального стандарта. Пешеходные переходы на Масленникова Гая до недавнего времени считались опасными. Здесь часто случались дорожные происшествия с участием пешеходов. Конечно, этот перекресток был непростой и действительно доставлял не то, что много неудобств. Он был опасен. И каждое ДТП с участием ребенка, оно действительно не просто входит в статистику, оно действительно режет по сердцу, потому что это все-таки наши дети. Важнее детей и безопасности детского здоровья, наверное, важнее ничего нет. Теперь на перекрестке есть не только светофоры, но и новые дорожные знаки, пешеходные ограждения, разметка. В Самаре в этом году установили 35 новых светофоров там, где их не было никогда. 15 из них в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения. Также в рамках реализации программы вдоль проезжей части установили пешеходные ограждения. Только в этом году их протяженность составила более 7 километров. Благодаря реализации программы в Самаре установлены пешеходные ограждения по 24 адресам, в том числе 15 возле учебных заведений. Все работы возле школ, запланированные на текущий год, выполнены. Улица Мичурина после комплексного ремонта стала еще комфортнее и доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Новые тротуары с тактильной плиткой оценил наш корреспондент Анатолий Головко. Сделать доступной для всех. Именно такую цель ставили перед собой подрядчики и проектировщики, когда начинали ремонтировать дорогу и сквер на улице Мичурина. Сейчас одна из главных городских артерий, связывающая историческую часть Самары и Московское шоссе, преобразилась до неузнаваемости. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, здесь появились тактильная плитка, удобные пешеходные переходы для людей с ограниченными возможностями здоровья и доступные остановки. Эти перемены заметны каждому, в том числе маломобильным жителям Самары. Преобразилось оно, естественно, кардинально. Помнится, были ужасные тротуары, были ужасные спуски. И даже с сопровождением мы не могли ни погулять, ни пройти в торговый центр. Но сейчас кардинально поменялось. По словам директора подрядной организации, которая выполняла ремонт, специалисты внимательно подошли даже к самым мелким деталям. Через саму улицу Мичурина на всех перекрестках до двух сантиметров по нормативам предусмотрены пандусы. Также предусмотрена тактильная плитка для слабовидящих. Это и около остановочных павильонов в рамках сквера. Это и на всех перекрестках, где есть препятствия. Тактильная плитка указывает, как обойти эти препятствия, как перейти улицу. В короткие сроки специалисты выполнили колоссальный объем работы. Было выполнено порядка 36 тысяч квадратных метров ремонта покрытия проезжей части. Порядка 21 тысячи квадратных метров тротуаров было заменено с асфальтобетонного старого покрытия на новое плиточное. Также порядка 10 тысяч квадратных метров газонов было устроено. Порядка 14 тысяч – это суммарно братья портового камня. Бульвар Мичурина привели в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это место стало новой точкой притяжения не только для местных жителей, но и для гостей города. Здесь появились зеленые газоны, новая парковка, уютные лавочки и освещение. Пешеходную зону замостили бесшовной плиткой. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. В Самаре сегодня стартовал Покровский автопробег. Мероприятие организовали в рамках работы отдела по вопросам физкультуры и спорта Самарской епархии. Пробег организуют уже третий год подряд и каждый раз приурочивают к определенной дате или событию. В этом году отмечается 800 лет со дня рождения великого князя полководца и святого русской православной церкви Александра Невского. Участники автопробега почтят память святого, проведут различные культурные и спортивные мероприятия в разных уголках Самарской области. В течение четырех дней они посетят Волжский, Безенчукский, Ставропольский, Шигонский районы, побывают в Сызрине, Новокуйбышевске, Жигулевске, Тольятти и вернутся в Самару. Цель автопробега – объединить многовековой опыт русской православной церкви и современных светских организаций. Во время путешествия мы хотели бы еще раз обратить внимание на те организации, которые позволяют человеку сегодня быть здоровым душой и телом. Основная задача этого проекта была пропаганда здорового образа жизни раз. Мы говорим о том, что православные люди бывают и спортсмены, православные спортсмены. Этот проект объединяет не только православных людей, но и людей всей области для того, чтобы прежде всего показать традиционные ценности, ценности добра, любви, уважения друг к другу. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самарской области создали координационный центр амбулаторно-медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Центр функционирует на базе Самарской городской клинической больницы номер 15. В его составе ежедневно работают 20 специалистов. Они формируют мобильные медицинские бригады для оказания помощи гражданам с признаками ОРВИ на дому. Телефон горячей линии 8 800 30 22 163. До 70% работающих россиян испытывают стресс различной степени, что является одним из факторов риска для неинфекционных запаливаний. Таковы данные научно-исследовательского института медицины и труда. Их озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Также к факторам риска исследователи относят избыточное потребление алкоголя, табакокурения, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. В новом административном кодексе появится наказание за продажу и производство поддельных продуктов. В действующем кодексе этой нормы нет. Предусмотрена только ответственность за обращение фальсифицированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Новая норма будет защищать здоровье россиян и интересы добросовестных бизнесменов, отвечают в Минюсте. В России планируют продлить дачную амнистию до 1 марта 2026 года. Соответствующий документ одобрило правовое управление Госдумы. Речь идет об упрощенном порядке оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках. Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Дачную амнистию уже продлевали в стране несколько раз. В Самарской области с 3 по 8 ноября пройдет большой этнографический диктант. Он позволит всем желающим оценить знания о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. В этом году акция пройдет в онлайн-формате. В тест пойдет 20 вопросов из общей федеральной части и 10 из региональной. Результаты можно будет получить сразу. ТЕАТР-СТУДИЯ ГРАНЬ Печальная история, в которой улыбаются. Театр-студия «Грань» презентовал премьеру далеко не детской сказки «Дракон». Запрещенную пьесу Евгений Шварц писал под звуки бомбежек в блокадном Ленинграде. Долгое время она не проходила цен с советской пропагандой, и постановки по ней были под запретом. По словам руководителя театра, история оказалась еще актуальнее в год пандемии. Когда мы говорим про свободу, что же для нас свобода? Когда границы закрыты физические, или когда мы можем везде перемещаться и быть внутри несвободны? В этом спектакле, в этой пьесе оно, конечно, безусловно, очень актуально ложится просто само по себе. Это было не под пандемию все взято, а вот как часто бывает, жизнь мудрее нас, и она выстраивает свои какие-то параллели, линии. Ничто иное, как памфлет. От простой сказки пьеса, конечно, отличается. Фактическая победа над антагонистом не дает никаких гарантий на освобождение. Со своим героем Руслан Бузин не сразу нашел точки соприкосновения. Признается, вжиться в роль, как ни странно, помогли тревожные мировые новости и жизненные перипетии. Я не такой властный, как Даракоша. Он намного мудрее. Я не такой мудрый, он стратег. Я так далеко не смотрю на мир, как он, на будущее. Хоть вы меня не просите, я вызову на бой дракона. Никита Башков, он же Ланцелот, герой-спаситель, новый член трупы. Окончил академию Никита Михалкова. Успел поработать и в Москве, и в провинции, но выбрал театр Новокуйбышевска. Это очень высокий уровень. Действительно подготовки. Это то место, где можно развиваться и куда действительно стоит прийти зрителю. Музыкальный ряд, ломанный марш, отражение восприятия нестабильности и несправедливости, пронизывающий сюжет. Почти всю музыку для спектакля-играния пишет Арсений Плаксин. В спектакле играет Кота, альтер-эго, Ланцелота. Вроде бы он марша, вроде бы в нем уже вся музыка ломается. Это, может быть, мое видение и сейчас, видение того Советского Союза и вообще того, про что Шварц писал. Сюжет пьесы почти не меняется. В нем лишь появились отдельные фразы известных российских поэтов. Длится спектакль с антрактом почти три с половиной часа, которые, как обещают его создатели, пролетят незаметно. В самом конце зрителю гарантируют неожиданную развязку. Увидеть постановку можно будет до 24 октября. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. ЦСКА ВВС уступил хоккейному клубу «Рязань» в первенстве в «ХЛ». Подопечные Павла Десяткова первыми забросили быструю шайбу, но растеряли свое преимущество по ходу встречи. Гости оказали сопернику серьезное сопротивление и по всем показателям были сильнее. За поединком наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Хоккеисты «Рязани» подбили самарских летчиков. Ледовая дружина Павла Десяткова уступила гостям на домашней площадке с крупным счетом. Первыми забили игроки ЦСКА ВВС. За ошибку в своей зоне хозяев наказал Евгений Грошев. После этого за дело взялись рязанские хоккеисты. Уже в первом периоде они сумели отличиться дважды. Во втором отрезке встречи было видно, что подопечным Десяткова не хватает свежести. Сказались два тяжелейших поединка с питерскими командами. В единоборствах гости по всем параметрам переиграли самарцев. Тем не менее, Игорь Игнатушкин подарил надежду своим партнерам и болельщикам в третьем периоде. После гроссмейстерского паса Максима Лазарева хоккеист вколотил шайбу в ворота соперника. Но «Рязань» в этот день просто была сильнее. Хозяева нарвались на несколько удалений и пропустили еще две шайбы. Как итог, неутешительные 2-5 на табло Ледового дворца спорта «Кристалл». По словам Павла Десяткова, игрокам не хватило сил. Даже при счете 1-3 подтянулись, там 3-2 стало. Но эти ненужные удаления абсолютно сломали концовку и сами видите, к плачевному результату привели. Наставник хоккейной команды «Рязань» остался доволен игрой своей подопечных. Дружина Сергея Решетникова показала характер и не расклеилась после первой пропущенной шайбы. Это была, как говорится у нас, игра за 4 очка. Поэтому я рад, что ребята выложились полностью на льду в раздевалке. Была одна единая команда и победили. После этой игры ЦСКА ВВС опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице. Волжане имеют в своем активе 14 очков. Следующий поединок состоится 16 октября. Летчики будут биться с «Воскресенским химиком» на домашнем льду. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Игра пройдет без зрителей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова